перед включением насоса убедитесь что в насос залита чистая вода около 1 литра затем разберитесь с функцией панели на практике пользователь последовательно нажимает кнопку переключения режима происходит вход в интерфейс механизма постоянного давления 2 про проверки входной мощности водяного насоса пользователь дважды последовательно нажимает кнопку переключения режимов в данный момент отображает входную мощность насоса 3 пользователь три раза подряд нажимает кнопку переключения режима. Открывается интерфейс отображения температуры. И в это время можно просмотреть температуру воды на выходе. 4. Пользователь нажимает кнопку переключения режима 4 раза подряд. Можно отрегулировать время работы, единица настройки, часы. И-03. Когда загорается индикатор И-03 на цифровом дисплее. Обратный клапан не открыт и водяной насос находится сухого хода. Поэтому все запорную арматуру необходимо открыть. И делить 7 на И-08. Если загорается индикаторная лампочка цифрового дисплея И-07 или И-08, датчик температуры или датчик давления вышел из строя. Немедленно отключить питание. Откройте внутреннюю крышку коробки и проверить, не отвалился ли датчик температуры или датчик давления. И-09. Когда загорается индикатор И-09 на цифровом дисплее. Вращающиеся подшипники исключают чрезмерное качество воды. И-10. Когда загорается индикатор И-10 на цифровом дисплее. Сначала проверьте, установлен ли обратный клапан на входе воды. Затем проверьте, не повреждено ли управление. Проверьте герметичность трубопровода. Скоро будет выпущен новый многоступенчатый насос с постоянным давлением и переменной частотой с постоянным магнитом PF от 3 отнять 30 Эк-Тмолл. С новым внешним видом и модернизированными клапанами. Так что следите за обновлениями.